Мы всегда анализируем потребительскую стоимость потребительской корзины и при составлении бюджетов, который будет рассматриваться у нас в октябре, мы всегда смотрим, насколько инфляция и покупательская способность наших зарплат снизилась. И на основании этого анализа мы принимаем решение. Если такое решение принимается, то оно касается не премирования, оно касается базовых зарплат. Премирование в основном назначается, когда мы смотрим, достигаются ли плановые показатели, или если они перевыполняются, или если какие-то принимаются меры по улучшению безопасности производства, в таких случаях мы применяем, к примеру. Но касательно инфляции, премия здесь, конечно, влияет. Я очень был расстроен, когда мы один год повысили зарплату, и тут же, в глубоком, как только узнали, мы еще даже не повысили, но утечка информации о том, что мы повышаем зарплату, моментально облетело все наши точки, где мы работаем на ВЦМ. И спекулянты начали тут же, подняли продукт. Вот сколько мы подняли тогда зарплату на 15%, насколько я помню, тут же на 20% выросли продукты питания, на 30% подорожало лекарство, и порядка 25 или 30% выросла одежда. Ну, кажется, кому мы подняли зарплату? Я бы не хотел обогащать людей, которые не приносят нашему предприятию никакой пользы. Поэтому мы, когда готовимся к повышению зарплат, мы очень аккуратно подходим. Это, конечно, не касается Большеполя и Актугая, потому что там вахтовая работа, но покупательская способность, стоимость потребительской корзины всегда анализируется, но здесь больше с привязкой средне-казахстанской, чем конкретной местности. И во время утверждения бюджетов мы этот анализ обязательно будем осматривать. Пока никаких сокращений не предусматривается, мы не планируем никакой реорганизации. Единственное, о чем сейчас может идти речь, это то, что Казахмыс обратился к нам с просьбой о переработке белоусовской руды на белоусовской фабрике. И мы начали смотреть и планировать, если Казахмыс решит, что они хотят развивать белоусовский рудник, то нам надо каким-то образом эту руду возместить на белоусовской фабрике. Это значит, что нам придется тогда посмотреть, как руду, которая идет с Иртышской шахты, перевести на Николаевскую. Поэтому мы начали проводить эксперименты, но вы видите, что постепенно объемы производства снижаются. Кто работает давно на Орловке, например, я помню в 90-х годах, когда я работал на Жескентском блоке, у нас объемы производства были 1,7 млн тонн в год, на сегодняшний день уже 1,1 млн тонн. Понятно, что количество работающих на тот момент было гораздо больше, чем сейчас. Происходит естественное сокращение людей, поскольку сокращаются объемы производства. Но никаких резких движений или реорганизаций у нас не планируется пока. Перспективы работы Артемьевской шахты, я считаю, самые хорошие. Во-первых, как вы сами сказали, у нас идет работа по строительству второй очереди. Мы уже начали ее, ведутся проходческие работы, ведутся работы по строительству вентиляционной шахты. Они уже начаты, инженерные работы строительства новой шахты будет начаться в следующем году. И завершение строительства второй очереди мы планируем, наверное, в 2022 году. Понятно, что там предстоит огромная работа. Сейчас ведутся инфраструктурные, наземные работы, ведутся проходческие работы, как я сказал. Сейчас мы организовываем тендер по выбору шахтопроходческой организации, которая будет проходить ствол. Это самая большая, самая дорогостоящая часть проекта. И рассчитываю, что в 2022 году мы должны закончить. По дорогам нам надо, конечно, смотреть. Самая большая проблема у нас не только по дорогам. Я видел вопрос по снабжению горячей водой в Жескенте. Это тоже такой наболевший вопрос. И мне объяснили, что у нас было 4 котла, потом 5 котел ввели в эксплуатацию. Летом вода идет на полицию, поэтому люди не имеют горячей воды. Конечно, это безобразие. Я подумаю, как разобраться. Дороги, надо посмотреть, какой протяженности эти дороги. Они на сегодняшний день находятся на балансе Акиматов. У нас нет возможности тратить деньги на имущество, которое принадлежит государству. То есть нам нужно понять, каким образом мы можем иметь легальную возможность эти деньги потратить на ремонт дороги. И как государство может на свой баланс это принять. Я считаю, что у нас на сегодняшний день состояние бытовых условий в Жескенте, наверное, хуже, чем в других местах, где работаем на Востоке. И я подумаю, как в этом году деньги, которые мы направляем в благотворительные фонды, взять под контроль и попытаться эти деньги все-таки израсходовать на вещи, которые необходимы для наших работников, в частности в Жескенте. Я понял, что по трубам там уже вопрос тоже острый стоит, что даже уже вопрос не в котлах в Жескенте, а вопрос, что надо полностью дополнительные, дополнительные трубы менять и вообще строить дополнительную котельную, что-то не новую котельную, что достаточно серьезные, конечно, деньги за нее. Но я буду изучать этот вопрос и до конца года мы с Акимом в Восточно-Казахстанской области будем обсуждать. Жескент для меня такой сигнал большой, что там очень много вопросов, которые местные власти не решают. Я взял на задание. В этом году у нас довольно большое событие произошло. Мы начали строительство второй очереди Актугайского блока. Это вторая фабрика, которая по объему производства будет точно такая же, как и первая. Это 25 миллионов тонн руды в год. И это большое значимое событие для нашей компании, потому что когда эта фабрика будет построена, Актугай станет одним из самых крупных медных предприятий в мире. На сегодняшний день таких предприятий с переработкой в год порядка 60 миллионов тонн, около 5 всего. Так вот, Актугай будет шестым предприятием, крупнейшим предприятием. Я уверен, что те ошибки, которые мы допустили во время строительства первой фабрики, будут учтены. И естественно, что нам гораздо легче будет построить эту фабрику и гораздо быстрее и эффективнее мы достигнем плановых показателей по производству. Строительство было начато в июне месяце, раньше, чем мы планировали, потому что первоначальный план строительства был в августе 2019 года. Но благодаря тому, что у нас уже были готовые инженерные решения, благодаря нашему предыдущему опыту, мы быстро восстановили всю нашу проектную команду, которая участвовала в строительстве в первую очередь. И под руководством директора по проекту МИИНа Халила, под руководством директора проекта Брайна Томасина, мы начали строительство второй очереди в июне этого месяца. По плану производство этой фабрики у нас начнется в 2021 году. Начнем с того, что строительство начнется, скорее всего, не ранее, чем через год. В ближайшие 9-12 месяцев мы будем вести работу по подготовке в feasibility study. Это технико-экономическое обоснование, инженерное проектирование этого проекта. У нас будет работать наш собственный проектный офис, который будет следить за EPCM-подрядчиком, это инженерная компания и компания по управлению мегапроектом. То есть на такого масштаба проект, конечно, мы едва ли могли бы рассчитывать только на свои силы, как мы это делали на Баршиколе, на Актагае. Головной офис проектной команды по строительству Боимского ГОКа будет находиться в Москве. У нас там будет создан HR-департамент, который будет заниматься как раз-таки вопросами трудоустройства. И как только у нас появится этот офис, мы также откроем портал на нашем сайте, и люди спокойно могут обращаться и смотреть, какие возможности будут существовать.